Эй, это вопрос очень важный. Хорошо, любовь или деньги? Сюша, что ты думаешь о мультикультурном отношении? Я не вижу в этом проблемы. Я думаю, что все возможно. У меня есть знакомые, которые из разных стран. Какая идея для тебя для мужчины? Мы привыкли, что их партнер, мужчина, полностью обеспечивает свою женщину. ПОДПИШИСЬ! А вот, мы еще раз. Мы с вами встречаем с красивыми парнями. Ребята, красивые парни. Русские парни. Русские парни. Русские парни. Русские парни. она живет в Туркей, но она вернулась сюда я буду встретить ее она уже здесь она ждет, ждет там она все хорошо, как ты делаешь? я нормальный как ты делаешь? я очень прекрасно Хорошо. А по поводу многих людей, которые были влюблены от Ксюса. Все любят тебя. Хорошо. Как всегда, еще раз. Как ты знаешь, пожалуйста, город и страна. Меня зовут Ксения. Я из Хабаровска, из России. Сюса, что ты думаешь о мультикультурном отношении между другими странами? Я не вижу в этом проблемы. Я думаю, что все возможно. У меня есть знакомые, которые из разных стран, но они живут вместе и женаты и счастливы. Но я знаю, что они сталкиваются с проблемами в разных менталитетах и культурах и, бывает, ругаются из-за этого. Окей. Это, например, просто. И ты, когда ты думаешь, это ты не хочешь попробовать, потому что это другая культура, для тебя это очень интересно. Я думаю, что легче, если люди говорят на одном языке, а если они еще и не знают, у них нет общего языка в прямом смысле этого слова, они говорят на разных языках, я думаю, это тоже может быть проблемой. Но если люди говорят на одном языке, то у них все равно будут проблемы. Потому что я знаю много мультикультурных парней, да, и они счастливы. Я тоже знаю, я знаю такие пары, но у них есть разногласия из-за этого. Хорошо. Дальше. 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 Какой для тебя человек идеал для русской женщины? Я думаю, что в нашем… Правда, пожалуйста. Хорошо. Правда, хорошо. В нашем русском менталитете есть некие особенности. Наши женщины предпочитают мужчин в полном смысле этого слова. Они не приемлят партнерских отношений. То есть в Европе принято платить 50 на 50, например. Но в России женщины к этому не готовы. Они привыкли, что их партнер, мужчина полностью обеспечивает свою женщину. И мы считаем, что это нормально. Это первый момент. Безусловно, мужчина также должен быть надежным, теплым. Добрый. Добрый, да. Все как и… Красивый. Это важно. Это важно. Это важно. Это важно, да. Но красота – понятие субъективное. Мне нравится. Вот это кажется красивым кому-то… Да, это очень важный вопрос для меня, потому что много любит, хочет знать это, да. Красивый мужчина – это важно или нет? Для всех по-разному. У меня есть подруги, которым очень важно, чтобы мужчина был красив. Да, конечно. Но есть и другие девушки, для которых внешность не имеет совершенно никакого значения. Понимаю. Ну, русские девушки любят надежных мужчин. Покорить русскую девушку не так сложно. Для этого достаточно быть идеальным. Вот. Ну, на самом деле, конечно же, мы все любим красивые ухаживания, приятные слова. Но это лишь верхушка айсберга, потому что этого недостаточно. Безусловно, мужчина должен проявить внимание, заботу, поддержку. Показать, что он надежным. Проверить себя временем. Не просто… Извините. И не просто слова, да? Да, не просто слова. Конечно, слова важны. Да. Слова важны – ухаживание, подарки, цветы и прочие романтические вещи. Мы все девушки это любим во всех странах мира. Но только этого тоже недостаточно. Конечно, нет. Важно, чтобы мужчина оказывал полную поддержку, заботу, внимание, понимание, обнимание. Отлично. Окей. Это вопрос очень важный. Хорошо. Любовь или деньги? Любовь и деньги. Одно без другого не может быть. Одной любовью сыт не будешь. Но и если есть деньги… Если есть любовь, но нет денег – ничего не получится. Если есть деньги, но нет любви – тоже ничего не получится. Оно должно быть обязательно в совокупности. Это два очень важных момента. И, безусловно, есть люди, которые готовы жить без любви, но за деньги. Наверное, есть те, кто готов только с любовью, но без денег. Да. Но для того, чтобы были гармоничные отношения… Это как команда, да? Любовь и деньги – тоже. Это важно. Вместе. Любовь и деньги – только так, никак иначе. Ни любовь без денег, ни деньги без любви не имеют никакого смысла. Окей, последняя вопрос. Скажите, пожалуйста, о чем ты делаешь здесь в Турции? Я занимаюсь недвижимостью в России и в Турции. Продаю и покупаю для своих клиентов самые лучшие, классные, сочные объекты недвижимости. Хорошо. И ты нравится эта работа? Да, мне очень нравится. Особенно, когда получаешь отзывы от благодарных клиентов, это позволяет тебе двигаться дальше. Хорошо. Я люблю свою работу. Отлично. А, девочки, я поставлю сюрприз, если кто-то интересен, чтобы следить на меня. Пожалуйста, очень уважайте. Инстаграм, да? Работа. Инстаграм, да. Рабочий инстаграм. Окей. Все еще спасибо большое cualquier. Спасибо большое. Назвините меня из книжки во вашем виде. Очень много. Хорошо, OK. Då! Då! И вот, ребята, это было все. Я надеюсь, вам понравилось это видео с моими друзьями. У меня очень многое, я опять вернусь к вам. У меня еще раз, и мы увидимся на следующем неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...